Ремонт дорог и благоустройство города – одна из социально значимых тем и волнующих новоуральцев. 26 июня в эфире новоуральской вещательной кампании в прямом эфире прошла передача «Грани» с начальником управления городского хозяйства Сергеем Ефимовым. Вопросов было очень много и некоторые касались ремонта одной из центральных автомобильных артерий города – улицы Чурина. С правой стороны, если ехать в сторону водной, часть бордюров поменяли, часть не поменяли. Замечательный вопрос. Вопрос действительно хороший. Его еще раз мы озвучили во время приемки автодороги по улице Чурина в минувшую пятницу, 29 июня. На участке, где бортовой камень не заменен, будет предусмотрен на сегодняшний день уже на стадии согласования проект по обустройству парковочного кармана для жителей по улице Чурина. Приемка улицы Чурина состоялась в пятницу, но и сегодня внешний вид обновленной дороги нарушают старые бордюры. Это сделано намеренно. В скором времени здесь появится парковка и для родителей, и для гостей лицея. Это не единственное новшество на улице Чурина. Злополучный пешеходный переход тоже претерпел изменения. Раньше выезжали машины с старостепенной дороги и тут же шли пешеходы. Теперь по требованию ГИБДД переход перенесен на 15 метров вперед в сторону лицея. На прежнем месте перехода теперь сделано железное ограждение, проведено благоустройство. А на новом переходе есть пандусы, чтобы люди спокойно могли перейти дорогу с коляской или с велосипедом. Я сам водитель, из-за поворота выезжаешь, да, есть время, то есть остановиться, но не на самом повороте получается. Я так разумнее, конечно. Правильно сделали. Этот участок дороги теперь не узнать. Возле остановки вокзала отремонтирована автопарковка, сделаны удобные остановочные карманы для общественного транспорта, заменены бордюры и обновлено дорожное полотно. Изменился и еще один пешеходный переход на улице Чурина. На этот раз графический. Строители и заказчики по поручению комиссии по безопасности дорожного движения решили провести эксперимент. Как будет держаться термопластик? Ровно на один год переход покрасили краской, а другой обозначили вот такой термопластиковой разметкой. Ее плюсы – она моется практически сразу и обычной щеткой. После чего переход не тускнеет, а наоборот набирает более яркий цвет. Переход выполнен с учетом современных требований, обустроен светофорами Т-7 и ограждениями. А эту муниципальную стоянку теперь не узнать. Вместо колдобин, ям и разрухи новое дорожное полотно, правда, недоделанное. В июле месяце у нас запланированы работы по обустройству так называемого островка безопасности, который у нас будет, то есть вот этот газон превращен, он будет уменьшен и, соответственно, работа по асфальтированию здесь будет закончена. А дальше после детального обсуждения дороги провели лабораторное испытание дорожного полотна. Первый эксперимент провели сотрудники управления городского хозяйства специальным прибором – плотномером. Коэффициент уплотнения 1,12, что гораздо выше нормативной. Норма у нас составляет 0,99. С таким плотномером сотрудники УГХ еще на стадии закладки асфальтового покрытия контролируют и корректируют работу подрядчиков. В прямом эфире поступало видеообращение о том, что подрядные организации выполняют работы в дождь. Подтвердить качество выполненных работ. Нами было принято решение о привлечении сторонней организации независимой лабораторной экспертизы. Выемка кернов – это уже следующая экспертиза – независимая организация из Ревды. Наличие сцепления между слоями, сцепления с основанием толщину. В дальнейшем керны идут в лабораторию. Проверяем уплотнение смеси и зерновой состав. Сколько дней заключения? К концу следующей недели. Экспертиза проводилась на случайно отобранных участках на протяжении 11 тысяч квадратов – всего отрезка ремонтных работ улицы Чурина. Первый методом тыка выбрала участок для керна и ночвардина – специалист комитета по ЖКХ. Чтобы убедиться в неподкупности, второй участок определяла Новоуральская вещательная компания. Мы предложили провести экспертизу возле остановки «Вокзал» в той зоне, где закладывали асфальт в дождь. Первый керн был 6 сантиметров толщиной, второй – 7,5. Но химический состав покажут результаты лабораторного исследования через неделю. Тогда и узнаем, целесообразно ли были освоены 10 миллионов бюджетных рублей, выделенных на ремонт улицы Чурина. Наталья Ребревичева, Антон Пылайев, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги.